кажется что патриарх кирилл гундяев вместе с рпц решили подставить путина недавно последний получил орден александр невского и на первый взгляд это кажется знаком почета уважения и признания заслуг но каких именно заслуг и почему именно невский откровенно говоря это похоже на троллинг путина гундяевым почему это награждение совсем никакая не честь что позорное скрывается за образом невского и почему его действия в 13 веке вызывают недоумение неужели это не просто орден а скрытый укол со стороны патриарха кирилла сейчас вы узнаете о том как история бывает пугающе циклично и какие неожиданные смыслы скрыты за этим награждением оставайтесь с нами будет жарко но вначале не забудьте подписаться на этот канал вот прямо сейчас подпишитесь и нажмите колокольчик для уведомлений о новых видео также поделитесь своим мнением в комментариях а если понравилось видео жмите лайк и делайте репост и так александр невский часто изображается как великий полководец герой битв на неве и чудском озере однако его раздутые победы значимой только лишь для русской истории не были такими уж выдающимися в масштабах того времени скрупулезных европейских летописях вообще нет никаких упоминаний не о невской битве не о самом невском эти скорее мелкие локальные и незначительные стычки названы в российской истории сражениями вообще не изменили политический ландшафт государства и не избавили его от угрозы завоевания а сам невский был прежде всего выдающимся коллаборантом чем великим полководцем он выбрал путь уступок золотой орде и сотрудничество с ханом вместо борьбы предпочел укреплять свою власть действуя в интересах ее сохранения через компромиссы это дало ему возможность избежать жестоких репрессий со стороны орды но на территории своих владений он сам был еще хуже ордынцев по жестокости невский активно помогал орде собирать дань с русских земель что обеспечивало ему поддержку хана но в то же время обременяла его собственный народ тяжелым гнетом его действия иначе как предательством по отношению к своим соплеменникам назвать сложно несмотря на свою как минимум спорную роль в истории невский был канонизирован русской православной церковью в украине кстати невский никакой не святой он стал символом святости и патриотизма именно среди русских что неудивительно в истории россии где святыми становятся в основном кровопийцы и людоеды таким образом образ александра невского это сложная смесь политики религии и истории поэтому вручение путину кириллом гундяевым ордена александра невского но уж никак не может быть воспринято адекватным человеком знакомым с историей как признание каких-то там заслуг перед отечеством это награда отражение неоднозначных политических решений которые как и в случае с невским могут быть оценены весьма критично невский и путин две фигуры разделенные веками но их подходы госуправлению имеют много общего и это не комплимент невский был мастером унизительных компромиссов золотой ордой что позволило ему сохранить свою власть несмотря на то что народ его оказался под гнетом тяжелого бремени современный аналог таких уступок это сложное отношение путина си цзинпином который на первый взгляд выглядит как стратегическое партнерство но в действительности создает экономическую зависимость рф от китая например китайские компании все активнее проникают в российскую экономику особенно в сибири и на дальнем востоке а проекты в рамках китайских инициатив открывают для китая доступ к российским природным ресурсам в том числе к дешевому газу делая рф сырьевым придатком поднебесный которому можно диктовать условия это отличный фундамент для нарастающей угрозы национальным интересам россии что обязательно обернется ущербом благосостоянию простых граждан путин как и невский мастер принятия спорных решений которые имеют серьезные последствия для народа развязанная война против украины не только приводит к международной изоляции но и оказывает непосредственно негативное влияние на жизнь граждан санкции растущие цены и экономический спад все это ложится тяжелым временем на плечи именно простых россиян демонстрируя простое и логичный механизм когда решение лидера оборачиваются бедствиями для народа и вот когда патриарх кирилл вручает путину орден александра невского невольно возникает вопрос это признание каких таких заслуг все это скорее напоминает толстый намек на исторические параллели которые характеризуют российского лидера не в лучшую сторону ведь невский это не то чтобы не святой он антисвятой но для российской истории это нормально неоднозначные фигуры нередко возвышаются до статуса героев или даже святых александр невский классический пример этот феномен когда агрессия предательства и амбиции считаются добродетелями говорит о глубинных болезнях российского общества вообще создается впечатление что россияне как не могли поднять головы еще со времен невского так не могут поднять голову и сейчас невский подавлял недовольство в своих княжествах и уничтожал своих соплеменников ради сохранения власти и в современности эта стратегия кажется весьма знакомой контрольным гражданским обществом ужесточился репрессии против инакомыслящих стали обычным делом выражение собственного мнения и критика власти воспринимается как угроза стабильности и как и во времена невского любой мятеж быстро подавляется кроме того народу приходится все ту же и ту же затягивать пояса история повторяется люди в рф снова и снова оказываются в ситуации когда их интересы приносятся в жертву ради сохранения власти впрочем орден александра невского для путина это не просто награда а символ напоминающий что некоторые вещи в российской истории увы остаются неизменными это своеобразный театр абсурда где прошлое и настоящее сливаются в один комичный парадокс с историей про вечные грабли как вы думаете патриарх кирилл гундяев действительно отдал дань уважения каким-то мифическим заслугам путина перед государством вручив ему орден александра невского или это хитрый сарказм от русско-православной церкви я конечно же иронизирую впрочем делитесь своими мыслями в комментариях спасибо за внимание ставьте лайки подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео поддерживайте автора на платформе buy me coffee и patreon где вас ждут дополнительные видео и ролики до официальных премьер пользуйтесь функции ютуба спонсорство и обязательно отправляйте донаты на зсу всем украинцам скорейшей победы